Так, ну, мы в эфире. Слушаем, что НАСА расскажет сейчас и перескажем вам, друзья. Да, ну, пока вкратце, после стыковки звезда, звезда наука начала вдруг запускать свои движки. Вообще хаотично просто движки начали работать. После чего на станции начались экстренные операции по восстановлению контроля. Станция где-то на 45 градусов отклонилась от заданной ориентации. И, по сути, было долгое перетягивание каната между движками звезды и движками науки. И, вроде как, движки науки сумели выключить, и выключили движки еще и звезды. И контроль теперь будет с ориентацией с помощью прогресса. Да, ну, как раз сейчас подтверждают по поводу работы двигателей прогресса. Перед этим сообщили, что не стоит беспокоиться об экипаже, что с экипажем все хорошо, и они вне опасности сейчас находятся. Вроде как в американском сегменте станции объявили чрезвычайное положение и приказали закрыть окна модуля купола на случай, если что-то произойдет за бортом станции. Да, и для того, чтобы полностью подтвердить, что движки науки не будут уже работать, когда не нужно, нужно дождаться, пока станция войдет в зону наземных станций российских. Тогда смогут проверить полноценно. Это получается в 6 UTC. Ну, то есть через 25 минут. Стоит еще, кстати, отметить, что стыковка, мы на YouTube, по-моему, об этом не написали, стыковка проводилась все-таки не в ручном режиме, а в автоматическом, и стыковалась наука при помощи системы Курс. ...миссион control center in Koryov, just outside of Moscow, along with the flight directors for the Japanese Aerospace Exploration Agency in Skuba and for the European Space Agency in Oberpfaffenhofen, Germany, have the Columbus Control Center to ensure that they are up to speed on all of the activities that are going on. We have, again, regained attitude control with the International Space Station and work is underway to understand better what may have precipitated the inadvertent firing of the NAOCA Multipurpose Laboratory Modules Thrusters, that inadvertent thruster firing in the 45 a.m. Central Time спикер НКС, по сути, вышел в эфир, чтобы объяснить, что происходит. Объяснение пока, почему включились двигатели науки, нет. И опять-таки, как Дима сказал, только через 20 минут примерно будет связь с наукой у российского ЦУПа и будут смотреть, что там вообще произошло и по какой причине. Потому что, по сути, модуль пристыковался к станции, мы это с вами смотрели в прямом эфире, а затем уже готовились к открытию люка между станцией и модулем наука. И в какой-то момент экипаж станции сообщил, что наблюдает и что чувствует зажигание двигателей науки, хотя очевидно, что когда она уже пристыкована, этого происходить не должно было. И тут же было сказано закрыть люк и прекратить вот этот процесс открытия люка науки. В общем, экипажу на американском сегменте сказали, что все планы на день отменены. То есть дальше по планам уже сегодня ничего не будет происходить. Оставить купола закрытыми, ну, модуль купола закрытым и ждать дальнейших указаний, потому что, по сути, пока у них информации нет, и вот ждут для того, чтобы восстановить полностью контроль над наукой еще вот прохода над российскими станциями слежения. Забавно, что мы об этом узнаем от НАСА, вообще о том, что что-то происходит не так, при этом в твиттере Роскосмоса. Космос поздравления и радость вовсю. Простите, это случайно включил ролик из твиттера Дмитрия Рогозина 25 минут назад, когда, в принципе, уже вовсю было известно о проблемах, он запостил таймлапс стыковки. И, по сути, если б не НАСА, мы бы даже и не узнали, что что-то не так, и что станция из-за науки меняет ориентацию. Да, спасибо просто НАСА, у которых есть прямая трансляция с МКС, на которой можно послушать переговоры, и мы именно оттуда услышали, потому что там начался, ну, такой контролированный хаос, и начали быструю операцию по закрытию окон. Вот, например, Скотт Мэнли у себя в твиттере чуть успокаивал людей, что, во-первых, топлива на науке недостаточно, чтобы серьезно повредить орбите станций, что, естественно, в таких случаях зажигаются. двигатели, чтобы противодействовать этим включениям науке. Единственное, что, если двигатели будут резонировать, на резонирующей частоте сработают, то будет, ну, трясти станцию, но... Вроде как уже проблем с зажиганиями двигателей нет. Мы решили включиться в эфир, мы вообще не знали, что будут сообщать нам в эфире, потому что НАСА сообщило, что возникли какие-то проблемы, и что будет экстремное включение. Поэтому мы тоже решили включиться. Вполне возможно, что мы этот эфир потом оставим под замочком, но да. Зато то, что можно уверенно сказать, это у Старлайнера будут проблемы, и, скорее всего, будет перенос. Да, после таких выкрутасов на станции явно запуск Боинг Старлайнер, который был запланирован на завтра, будет перенесен. В общем, да. В принципе, всю важную информацию мы услышали. Сейчас на фоне звучат переговоры команды. Эндрю Морган только что общался с экипажем, чтобы они посмотрели на станцию наружу, чтобы убедились, что никакого урона станции не было нанесено. Что было, то спрашивают, что случилось. Еще раз повторяем, друзья. После стыковки науки к российскому сегменту станции началось открытие люка. Это не самый быстрый процесс, и в то время, как российский экипаж станции открывал люк, экипаж почувствовал, что включаются двигатели науки и влияют на орбиту станции. И небольшая, ну, можно сказать, и паника началась там на орбите. Американский сегмент станции перевели в экстренное положение. И после этого сперва с помощью двигателей «Звезды», а потом с помощью «Прогресса» компенсировали включение двигателей «Наука». Да, и это удалось компенсировать, однако непонятно, почему вообще двигатели пристыкованного модуля начали включаться. Да, вот из купола рассматривают сейчас в первую очередь «Дрэгон» — корабль, на котором в случае чего экипажу придется возвращаться на Землю, и вроде пока все в порядке. «Звезда» уже нет, не «Звездой», а «Прогрессом». Компенсировали в итоге, но сейчас все вроде как в порядке. Да, поначалу было потолеть «Звездой», но после этого перешли на «Прогресс». Ну, в принципе, мы можем подождать подключение. Вот это все продолжается объяснение для тех, кто на стриме NASA находится. Василий, спасибо за донат. Почему все так удивляются? Разве не должны все модули работать над ориентацией, находясь в составе станции, перепрограммируют и наладятся? Модули не должны сразу после стыковки самопроизвольно включать двигателя без команды? Да, вот представители NASA говорят, что сейчас все в стабильном состоянии, и, в принципе, делом Роскосмоса и российского ЦУПа будет выяснить, в чем дело, в чем проблема, и рассказать об этом. Хотя я вот вспоминаю расследование по поводу дырки в Союзе, о результатах которого никому не сообщили в итоге. Сейчас обязательно появятся люди, которые будут говорить, что нам это знать и не положено, что это вообще не наше дело, пусть там специалисты разбираются, и можно только посмеяться по этому поводу. Ну, наверное, дождемся того, что будет дальше. Опять-таки, сейчас повторим, что происходило вообще. Какие-то замечательные, так сказать, информация замечательная от пресс-центра Роскосмоса. Просто идут работы по переводу модуля наука в состояние состыкованных МКС. Да, давай тогда, в принципе, повторим то, что известно на этот момент, и будем завершать стрим, срочное включение. А дальше, друзья, я очень призываю вас подписываться на наш Телеграм. Мы там будем продолжать освещать происходящее, ну, потому что, правда, ситуация не из приятных. Мне трудно себе представить, что там чувствовали астронавты, космонавты, когда это все началось. В общем, в чате ссылка на наш Телеграм-канал. Обязательно зайдите, подпишитесь, потому что мы именно там продолжим освещать это событие. И в Твиттере тоже. Да. Кстати, и в Твиттере, потому что изначально-то все эти новости у нас постились действительно в Твиттере. Поэтому и на Твиттер еще ссылку оставим. Вот, поспамили мы и Твиттером, и Телеграмом. Опять-таки закрепили сообщение, поэтому подпишитесь. Так, ну и снова Хьюстон включается. Да, и повторим, что известно на данный момент. Примерно час назад, после прибытия науки, после стыковки науки с Международной космической станцией, космонавт Олег Новицкий во время открытия люка сообщил, что экипаж чувствует зажигание двигателей науки, и двигатели не должны были этого делать. Станция начала хаотично менять свое положение, ориентацию в пространстве, и экипаж тут же принялся исправлять это при помощи зажигания двигателей ЗАРИ, и потом при помощи пристыкованного к МКС Прогресса. В итоге, насколько нам известно, удалось компенсировать зажигание движков науки, и сейчас станция под контролем экипажа. Однако остается вопрос, по какой причине включались двигатели науки, и насколько вообще сейчас безопасно находиться на станции. В принципе, это два основных вопроса, которые, насколько я понимаю, сейчас НАСА интересует от Роскосмоса услышать на них ответ, потому что об этой всей ситуации мы узнали только благодаря НАСА. И, как я уже сказал, МКС сейчас... Контроль над МКС восстановлен, и двигатели науки больше не срабатывают, но, опять же, вряд ли сегодня продолжатся операции по открытию люка, хотя посмотрим, все возможно. Да, экипаж американского сегмента МКС прекратил все свои запланированные работы, а я напомню, что завтра они должны были принимать корабль Боинг Старлайнер, но можно почти с уверенностью теперь говорить, что этот запуск будет перенесен. И экипаж также начал осматривать станцию из модуля купола. И пока что осмотрели корабль Дрэгон, Крю Дрэгон, однако никаких проблем не обнаружили. В общем, это все, что сейчас известно, друзья. В принципе, если Диме нечего пока добавить... Насколько я, в принципе, понял, просто бортовой компьютер науки не перешел в состоянии состыкованной и думал, что он все еще пытается состыковаться. Ну, это, по крайней мере, то, что я вижу в Твиттере, вот по информации, которая по крупицам есть. То есть... Что? Звучит, во всяком случае, интересно. Будем ждать, будем ждать хоть какой-то информации от Роскосмоса. Через минут семь должен быть сеанс связи у них и посмотрим в итоге, что произошло. Надеемся, что мы эту информацию, друзья, узнаем. Какие-то слишком кербальные проблемы пишут, действительно. В общем, главное, что сейчас экипаж безопасности, что проблему удалось оперативно исправить и, пожалуй, вот напоминают, что рассказывают о том, что экипаж отменит выполнение своих задач на сегодняшний день. У них полностью меняется расписание и все силы брошены на то, чтобы бороться с последствиями вот этого внезапного... внезапной потери высоты. Потери контроля. Да, потери контроля. Ну и все, друзья. Тогда, да, еще раз поспамим сейчас ссылками, простите, фотографиями, ссылками на наш телеграм и твиттер. В закрепленном сообщении в чате тоже есть. Наверное, тогда пойдем отключаться и будем продолжать в текстовом виде держать вас в курсе, потому что брифинг НАСА завершился. Да, по сути, НАСА уже больше ничего такого не скажет, но следите за обновлениями у нас в твиттере и в телеграме. Будем все оперативно сообщать. Да, до связи, друзья. Не забывайте, конечно, главного. Мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам. Ссылка на дискорд тоже есть в описании. Заходите, подключайтесь, мы там тоже есть. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok